Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников, скульпторов Павел Федорович Челищев. Русский художник, основатель мистического сюрреализма. За 9 лет до появления этого направления у Сальвадора Дали я пользуюсь википедией. Родился в селе Дубровка Калужской области. Отец калужский помещик, математик по образованию познакомил Павла с геометрией Николая Лобачевского, которая привела будущего художника к идее внутренней мистической перспективы. Ранние пейзажи Дубровки показали Константину Коровину, лаконично выразившему свою оценку. Мне нечему его учить, он уже художник. Согласно Константину Кедрову, в 1917 году многодетная семья Челищева была погружена на подводу и выселена из родового имения по личному распоряжению Ленина. Павел Челищев оказался в Киеве, где в 1918 посещал Академию художеств, а также учился в Настырской иконописной мастерской. Прал уроки у Экстер и Мильмана. Был картографом в добровольческой армии Деникина. Учерчил укрепление Перекопского перешейка. В 1920 году эмигрировал и через Стамбул в Болгарию попал в Берлин, где, согласно данным Попова, готовил декорации для русского романтического театра Бориса Романова. Оформлял совместно Ксении Бугуславский спектакль в театре «Синяя птица» у Якова Южного. Из Берлина в 1923 году переехал в Париж, где стал театральным художником группы Сергея Дягилева. Познакомился с Гертруда Стайн и Эдит Ситуэлл, знаменитой английской поэтессой. Перед войной эмигрировал в США со своим партнером Чарльзом Генри Фордом, братом актрисы Рут Форд. Там в США он достиг мировой славы как живописец, рисовал декорации и костюмы для постановок Джорджа Баланчина и Артура Остина. В 1942 получил американское гражданство. В США вместе с единомышленниками организовал сюрреалистическую группировку «Неоромантизм». С 1940 по 1949 рисовал иллюстрации для журнала «Вью», издаваемой Фордом Тайлером Паркером. В 1948 увиделся в Италии на Вилли. Художник не входил в группу сюрреалистов, однако в его творчестве доминировали мотивы трансформации и метаморфозы. Его самая известная работа «Прятки» на творчество художника повлияла его восхищение цифровыми уродцами и посещение выставки человеческих аномалий на Манхэттене. Умер в 1557 году от инфаркта, принятого за воспаление легких, и был вначале похоронен на паперти православной обители в Италии, затем его сестра перезахоронила его прах во Франции на кладбище Перлашец. Но первое место захоронения тоже сохранено. В настоящее время Челищев расценивается как основатель мистического реализма, а его картина «Феномен» свидетельство о том, что автора можно считать основателем сюрреализма, создавшего это направление в живописи за 9 лет до Сальвадора Дали. Так написано в Википедии. Мясин писал в мемуарах об оформительской работе Челищевого балета «Дославнейшее видение», как об одном из его лучших цинических решений. Живопись Челищева высоко ценил Дали и Пикассо. Горовая известность началась с картины «Идущая бряща» или «Хашкаш прятки». Под впечатлением вести о рождении единственного продолжателя рода своего внучатого племянника Константина Кедрова в суровый 1942 год. Фигурка рождающего младенца – символ продолжения рода Павла Челищева, имевшего семьи и детей. В 1942 году на персональной высоте в Нью-Йорке у картины зрители простаивали часами. Дети искали там новую фигурки младенцев среди листвы. Рядом висела Герника. Пикассо и во всех опросах «Хашкаш» опережал Гернику по популярности. Час триптиха изображающего чистилища «Идущая бряща» или «Кашкаш» хранится в Музее современного искусств Нью-Йорка. Зимой 2007 года в галерее «Наши художники» на Рублевке состоялась первая выставка Павла Челищева в России. 30 сентября 2008 года в русском зарубеже составилась презентация фильма «Нечет накрылый ангел» по сцене Гедрова и Зарецкой режиссер Ирина Бессараб, ведущий Кедров. В помощи труппы «Кремлевский балет» воссоздан балет Оода с оформлением Челищева. Ну вот так вкратце, пользуясь Википедией, о Павле Федоровиче Челищеве. Русский художник, основатель мистического сюрреализма за 9 лет до появления этого направления у Сальвадора Дали. Я ползился Википедией. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok